Я прибыла в Украину два года назад. Это было вскоре после событий на Майдане, противозаконной аннексии Крыма России и начала войны на востоке Украины. Я была прекрасно осведомлена, что еду в страну, которая проходит сложный период. Но помимо этого я также знала, что в результате Евромайдана в стране начались реформы. Сам Майдан был нацелен на то, чтобы жить в демократической, независимой, свободной стране, где бизнес прозрачен и проводятся реформы. И я радовалась возможности поработать в такой стране. Это прекрасный опыт работы в ситуации, когда люди стремятся к реформам и трансформации общества. Австрийские средства массовой информации активно освещают ситуацию в Украине. И, конечно, концентрируются она на наиболее сенсационных материалах, на агрессии на востоке страны. Однако в других сферах, например, культуре и спорте, происходит немало хорошего. Австрийские футбольные фанаты помнят, как Украина вместе с Польшей принимала футбольный чемпионат Евро-2012. Они знают команды «Шахтер Донецк» и «Динамо», которые играют в футбол на высоком европейском уровне. Кроме того, песенный конкурс Евровидения 2017 будет проходить в Украине уже во второй раз. Ведь вначале певица Руслана, а в прошлом году Джамала выиграли в этом конкурсе. В Австрии знакомы с украинской народной культурой, ведь украинские народные концерты проходят и у нас в стране. Народная культура – отличительный элемент, который способен создать позитивный имидж страны. После двух лет, проведенных здесь, я думаю, что Украина способна внедрить необходимые реформы. Впрочем, это дело не одного дня. Эта задача требует определенных жертв и усилий. Однако благодаря сильному народному движению, которое требовало таких реформ, уже можно увидеть определенные изменения в обществе. В этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Это прекрасный юбилей и для Украины в том числе. В 1991 году Австрия подписала протокол о консульских отношениях. Это было в Нью-Йорке во время собрания Генеральной Ассамблеи ООН. Так появилось наше первое почетное консульство в независимой Украине. А 24 января 1992 года наши страны официально установили дипломатические отношения. В следствии этого Генеральное консульство трансформировалось в посольство. Таким образом, мы стали одним из первых иностранных посольств в Украине. Наши отношения не ограничивались Киевом. Вскоре было открыто представительство во Львове. До сих пор в этом регионе мы очень продуктивно работаем, особенно в культурной и научной сферах. В других городах – Харькове, Одессе, Черновцах, Днепре – работают наши почетные консульства. Вскоре мы хотим открыть наше почетное консульство и в Запорожье. К сожалению, в Донецке в связи с событиями на Донбассе нам пришлось прекратить нашу работу. Для нас очень важно работать в регионах. И консульство в значительной мере способствует культурному обмену между нашими странами, равно как и установлению контактов с местной и региональной политической силой и в деловых кругах. Чтобы отпраздновать наш юбилей, 1 декабря 2016 года наше посольство организовало прием, где собрались политики и предприниматели. А 10 февраля состоялась церемония возобновления работы почетного консульства во Львове. По этому случаю в университете имени Ивана Франко прошла конференция, которая осветила многие исторические, политические и экономические аспекты работы между Австрией и Украиной. Отношения в экономической сфере играют очень важную роль. Австрия показала себя активным инвестором. Мы на пятом месте по уровню капиталовложений в Украине. Этому способствовали наши инвестиции в финансовые и банковские сектора в Украине. Кроме того, были основаны и предприятия. Например, одна компания по производству лыж стала настоящей историей успеха. Эти лыжи продаются по всему миру. Другие предприниматели успешно сотрудничают с Украиной в сфере производства овощных концентратов. Интерес представляют сферы сельского хозяйства, деревоперерабатывающая отрасль, рынок услуг и недвижимости. Наш взаимный товарооборот снова начал расти в 2016-м. И эта позитивная тенденция продолжается в текущем году. Важной составляющей австрийско-украинских отношений является культурное сотрудничество. Недавно в Австрии состоялись чтения литературных трудов Сергея Жадана. Многие другие молодые украинские художники, писатели, режиссеры и музыканты посещают Австрию. Например, Андрей Курков сейчас в Австрии и проведет тур по стране, чтобы представить свои произведения. Я считаю, что важно получать новое знание о современной украинской культуре. Этому способствуют такие культурные инициативы, как Дни украинской культуры. Ведь культурный обмен – это вид мягкой силы, над которой сейчас необходимо больше работать. Поэтому мы приветствуем больше подобных инициатив. Хотелось бы, чтобы украинских культурных деятелей знали не только в Вене, но и в других регионах страны. Такую возможность дают переводы украинских произведений на немецкий язык. Существует немало интересных украинских произведений, которые уже известны в литературном кругу Австрии. Мы активно поддерживаем культурный обмен с нашей стороны. Недавно посольство организовало культурный форум, который охватил не только столицу, но и другие регионы Украины. А вскоре состоится неделя австрийского кино. Это мероприятие мы проводим уже много лет подряд. Кроме того, посольство часто приглашает музыкантов, писателей для знакомства украинцев с австрийскими культурными свершениями. И, конечно, как я говорила, наше почетное консульство очень нам в этом помогает. К примеру, недавно мы открыли библиотеки с австрийской литературой в городах Драгобыче и Кропивницком. История наших дипломатических отношений не ограничивается последними 25 годами, а уходит вглубь столетий. Еще во времена Кайзера Австрия открыла свое консульство в Украине. Мы имели представительство в Одессе, Херсоне. В этом регионе был сильный экономический интерес австрийских предпринимателей. В наше время многие австрийцы с удовольствием посещают Львов, Черновцы, маленькие города. Ведь они внешне не отличаются от других европейских городов. Это проявляется не только в архитектуре строений, но и в ощущениях от местных жителей. У нас тут огромный пласт общих культурных традиций. Одесса создает другое впечатление. Здесь живут очень независимые люди. Прекрасен город Киев. Харьков интересен как пример масштабного города с широкими улицами. Он очень отличается от австрийских городков с узкими улочками времен Средневековья. Днепр и Запорожье – индустриальные города. Мариуполь известен своим портом, а также обширной греческой общиной. Такое разнообразие украинских городов просто поражает. Пасха в Украине – важнейшее событие в религиозном отношении. У нас этот праздник тоже связан с множеством традиций. Это, конечно, Великий пост. А в некоторых регионах Австрии в Пальмовое воскресенье есть традиция проезжать на осле по улицам, вспоминая библейские события. Пальмовые ветки сохраняют дома. Считается, что они приносят благодать. Мы тоже делаем пысанки, а в субботу перед Пасхой несем яйца и другие определенные продукты в церковь. Так что традиции празднования Пасхи в Украине и в Австрии очень похожи. Накануне этого прекрасного праздника я хочу пожелать всем украинцам и украинкам веселого и вкусного празднования в кругу семьи. Я хочу пожелать всем украинцам и украинцам, чтобы они, возможно, все в Пальмовое воскресенье и украинцам и украинцам.